Уж сколько раз твердили миру, в том числе и из этой студии, что мошенники спят и видят, как бы опустошить ваши банковские счета. Да только все не впрок. На неделе руководитель Банка России Эльвира Набиулина рассказала, что в 2023 году жители России оказались на 11,5% доверчивее, чем в 2022. Именно настолько выросли потери граждан и выручка мошенников. Да, конечно, мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Но как она увеличилась? Было 4,4%, стало 8,7%. Меньше 10% средств возмещается людям. То есть эта цифра еще достаточно низкая. Да, увеличилось количество атак, успешно отраженных банками. Но увеличилось и число успешных атак. 15 миллиардов 800 миллионов рублей отдали преступникам жители России в ушедшем году. И не все эти деньги были сбережениями. Теперь, чтобы угодить мошенникам, люди берут кредиты. Свежая история из Мордовии. Семья врачей, людей, казалось бы, неглупых, образованных, с критическим мышлением, перевела неизвестным больше 6 миллионов рублей, 5 с лишним из которых – это свежевзятые кредиты. Только вдумайтесь, насколько надо заморочить людям голову, чтобы те заняли миллионы и тут же отправили их мошенникам. Да в печке сжечь эти деньги больше пользы было бы. Центробанк, конечно, тоже не дремлет и делает все, чтобы остановить это безумие. Так, с июля должен заработать своеобразный предохранитель. Подозрительные кредитные операции будут замораживать. Скажем, получение кредита на сумму от миллиона рублей теперь займет не меньше двух дней, чтобы у потенциальной жертвы было время одуматься. Отдельная категория случаев, когда люди отдают наличку. Здесь на арену выходят так называемые дропперы. Это курьеры мошенников или посредники, которые предоставляют им свои счета. Двоих таких на днях поймали в Мордовии. Дропперы – это самый низ мошеннической пищевой цепочки. Их чаще ловят, и они отдуваются за всю схему. На такую работу заманивают обещанием легких денег, врут, что дроппер ничего противозаконного якобы не делает, просто несет чужие деньги с точки А в точку Б. Все это ложь, такие курьеры отвечают перед законом и судом по полной программе и получают реальные сроки. Этим курьером может оказаться, например, ваш ребенок. Так что будьте внимательны. Вообще от мошенников хорошо помогает логика, подключенная к холодной голове. Повторяюсь, уж сколько раз я и мои коллеги объясняли, показывали на примерах, как работают мошенники. Тысячи раз в нашем эфире уже прошли социальные ролики. Все на ту же тему, как не дать себя обмануть. Полицейские, сотрудники Центробанка, домозоли на языках. Тоже рассказывают и объясняют, как реагировать на звонки якобы из банков или правоохранительных органов. Но число обманутых людей и суммы только растут. Вот, вернусь к истории с кредитом на мошенников. Ведь попались не выжившие из ума, а вполне грамотные и умные люди. Ну как так? У меня остался последний аргумент. Если деньги вам жгут карманы, очень хочется от них быстро избавиться, несите их мне, вам же все равно, а мне будет приятно. Шучу, конечно, просто будьте внимательны и осторожны. Ну и перепроверяйте все. Спасибо.